Приветствую вас дорогие зрители, у микрофона Григорий, продолжаем играть в игру DayZ версии 0.60 и мы находимся в городе Черногорск. Я провожу так называемую обзорную экскурсию, посмотреть, что здесь нового, да и вообще, как все это выглядит, кому интересно. Поэтому немножко рискую тем самым. О, смотрите-ка, нашел вот еще электрический этот, как его, скота-шокер, что-то типа того. Шокер для скота электрический. О, Райдерс Джо-жакет. Давайте его оденем. Это же этот, куртка-косуха. О, отлично, кожанка. Интересно. Который час? Ведь уже, по-моему, начинает вечереть. Так. Главное, конечно, не нарваться. Какие-нибудь неприятности. А неприятности тут поджидают на каждом, конечно, шагу. Так, я думаю, друзья, я сбегаю, знаете, куда? Вон ту пожарку. Вон ту. Мне нужен нормальный топор. Ну, кстати, по-моему, по дороге можем вот это вот, вот это здание осмотреть. Так. Ничего интересного тут нет. Продолжаем движение в сторону пожарки. Еще 9 миллиметров. Сколько они... Ну ладно, возьмем. 9 миллиметров. Это у нас вот, ээ... П-1 пистолет. Еще там, какие из них... Современные пистолеты. Тубер 9 миллиметров. Так, кстати, кожанка-то у нас хорошая. Да, отлично у нас кожанка. Так. Так. По ходу движения в пожарке я тут просто решил осмотреть еще пару домов. Школа вот, ну... Школа, конечно, может тоже забрести. Так. Так. Прикрыл двери на всякий случай. Так. Что это такое? Противогаз, что ли? Да, противогаз. Так, что тут? Штаны пожарные. Здесь ничего. Химсвет. Меня интересует, конечно, топорик. Да, топорика нет. Кстати, можем посмотреть по сторонам пока. Туда нам двигаться дальше. Ну, я думаю, вон, можно подняться туда, к этим домам, полазить по ним. Будет. Ну, пока надо убраться отсюда быстрее. Потому что тут нечего ждать хорошего. Сразу уйти надо с поля зрения любого. Там дальше уже никто вас не найдет никогда. Так, а что тут? А, дубинка выдвижная. Вдвижная дубинка. Такая полицейская. Туда рванул. Я пройду, наверное, через, вот, через предприятие с трубой, вон там торчит, которая. Так, да. Используем зигзаг, чтобы против всяких там супер снайперов есть тут умельцы, которые умеют хорошо так выстегивать. Поэтому желательно просто на шару никому не даваться. Хоть как-нибудь порыпаться. Покривляться перед смертью. Ха-ха. Чаще надо глядываться. Хотя пули иногда пролетают, так и не узнаешь откуда. В окне вот так высунулся, раз, сняли. Да, надо найти источник воды срочно. Конечно, у меня таблетки есть для обеззараживания. Я теоретически могу, конечно, из лужи попить, но можно и не из лужи. Все, найти. Колодец. Так. Вот опасный момент. Вроде чисто. Только не смотрите на мои профессиональные навыки игры в DayZ. Я сто лет, во-первых, уже в неё не играл. Во-вторых, просто не смейтесь надо мной. Потому что, ну, все играют как могут. А то, подумайте, о-о, тут ходит как этот. Шибко умный. Молоток. Опять курица. Так, вот здесь какие-то сараи. Я спешу их, конечно, посмотреть, потому что... В них вполне можно найти, ну, хотя бы там банк воды. Так, во. Бочка. В бочке, кстати, я уже не помню, что можно делать, но точно знаю, что можно перекрашивать одежду. То есть взять, там, например, одного цвета, положить другого цвета ткань, и она окрасится. Но там, по-моему, еще что-то нужно отбеливать или что-ли, не знаю, какая-то там надо смотреть рецепт. Может, посмотрю, в следующий раз попробуем. Надо запомнить, что здесь есть бочка для перекраски одежды. О, видите, не зря сюда бежал. Так. Напиток. На что-то я как-то стал некрасиво. Смотрите, как затекстурировано-то, а. Будь здоров. Не, а текстуры, конечно, у них всегда были качественные. Ну, может, вот не на зданиях, но персонажи у них, конечно, очень хорошо. Одежда вот эта ведь, все вещи хорошо сделаны. О! Вообще живем. Эх, у меня там дырка, что ли, специальная в шлеме для питья. Вообще было бы прикольно такой шлем с дыркой для питья. Так, это мастерская, я так понимаю, которая должна быть тоже в будущем для крафта чего-то использоваться. Есть ли тут что сейчас непонятно? Вроде нет. А, тут можно его пройти. Так, друзья, ну я, в общем, вот выбрался из Черногорска. Кстати, у нас закат уже почти скоро будет. И сейчас, эээ, вот в доме проверим. Клотушка какая-то. О! Непромокаемый мешок. По-моему, непромокаемый мешок, эээ, нужен... Его надо класть внутрь. Давайте себе что-нибудь туда сложим. Он, правда, не экономит ни капли, эээ, вещей. Ну что туда сложить-то, вот, вот, не знаю, что туда сложить. Давайте его просто возьму. Пусть он у меня будет. Потом посмотрим. А, может запасные сухие вещи, кстати, туда можно сложить. О! Рыболовный крючок. Пригодится. Видно, тут давно никого не было. Все, там больше нет никаких зданий. Вроде нет. Пойдемте тогда... Свернем куда-нибудь. Вот, да, через сарай вот пройдем. Странно, почему-то на открытой местности падает фпс. Я заметил. Раньше всегда падал, вот, видите, зашел в сарай тут и... Сейчас немного подлагивать начало. Раньше все время падал только на этом. Эээ... В городах вроде. Так, зомбарь, что ли? Кстати, можем зомби пострелять. Давайте, у нас патронов много. Куда он рванул-то? Что? Таня, извиня, что… Сорай! А-а-а-а! Сорай! А-а-а! Так это не зомбарь. А-а-а! Обручили! Ну и что, не так! Так-а, или что… Нет! Что, она хочет драться? Ладно, не будем его атаковывать Пускай живет Это у него топор, он у меня вообще этот Двустволкой я, конечно, мог бы его, наверное, застрелить Но я думал, это зомби Смотрю, какой-то зомби ходит как-то вяло Кстати, он может вполне вернуться и меня грохнуть Это тут нормальная практика такая Кстати, я думал, что действительно зомби И я думал его подстрелить из этого Из оптики Но пока Ковырялся, он там хоть побежал Поэтому, собственно Сейчас мы как-то странно, он бежит, этот зомби Вон зомби стоит Просто мне не нравится то, что если я это сейчас поменяю Оружие-то Давайте его сюда положим А это в руки возьмем Заодно проверим Насколько Этот прицел Адекватный Так, еще он уходит, что ли Двести метров Нормально Так, давайте Поднимемся повыше Заодно вспомним молодость Где он А, вот он Уходит Не хочет Тут дорога еще, кстати Мозила Еще недалек, что ли Смотрите-ка А, сбит прицел Казалось, что действительно Просто прицел сбит Эх Да, с таким прицелом Где мой 22-то Поэтому пока возьмем Режак Он как-то более-менее Такой С разбросом Так что этого прицела Нужно, видите, брать выше Там где-то Одну треть От вертикальной палки Надо выше брать Так, и мы опять попадаем В такой Жилой район Где, соответственно Жди, чего хочешь И у меня Все еще проблемы С жидкостью Внутри Игровая жидкость Так, что у нас тут Такой лежит Кастет Угу Кастет Здесь отвертка Так Это у нас Пинефрин Пинефрин Он же адреналин Так Так Угу 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 Кастет Я думаю, так буду играть, поскольку я этого товарища не тронул, я буду стрелять только в тех, которые первые в меня стреляют, но это, конечно, очень рискованно, потому что обычно бывает, что после первого выстрела уже... Ты не можешь ни в кого стрелять? О, бинт. Отлично. Но тоже бандитом быть здесь особого желания прям так нет. Разговаривать тут долго слишком, поэтому принуждать кого-то, бросить оружие. Кстати, я так и не понял, почему я сумел этого товарища догнать вообще в принципе. Потому что он бежал, наверное, без шифта. Опять жажды. Так, ну мне надо действительно разобраться с этой жаждой. А где-то теперь колодцы, я понятия не имею. как раз сейчас-то в надежде найти какое-нибудь питьё. Шарю по этим квартирам. Бутылку воды вот сейчас найти бы. Ну да. Вообще, конечно, здесь достаточно легко удовлетворяются эти нужды. Так, по идее, можно было бы вообще сделать совсем жёсткую систему, когда людям бы приходилось буквально там за водой какие-то места, такие чётко выраженные, как бы посещать. Где, не знаю, там, всех бы подлавливали. Потому что здесь колодец практически в каждой там деревне есть, там, да, это сложно. При таком количестве игроков кого-то где-то выследить. Ну, может, только там в Черногорске или в Зеленогорске. Вот. А так вообще, вполне естественно. Смотрите, ну чё-то я не могу здесь ничего найти, не хочется мне сейчас тут лазить. Пойдёмте, пройдём по этому микрорайону, так называемому, и посмотрим. Может, удастся найти колодец-то просто. Яблони есть. Кстати, а тут вообще зомби-то бывают у них? О! Мешок. Возьму мешок. С собой. Для чего-нибудь пригодится. Так. Машина стоит. Вот у машин тоже можно делать засады, но там, где, конечно, точно всегда что-то ценное бывает. Например, около полицейских участков хорошо делать. В смысле, для засады надо несколько человек. Чтоб один, эээ, атакует, другой перекрывает пути отхода. Так, здесь вот проход-то есть. Написано, не входить, а я снова вошёл. Ну и еда. Конечно, это не вода, но еда тоже нужна. Так, здесь-то вообще ещё хоть что-нибудь спавнится. Нет, интересно очень. Раньше-то это было какое-то военное сооружение, казарма или типа того. А теперь тут непонятно что. Пожарка, не пожарка. Нет, тут вообще ничего нет. Так, а где же тут источники воды-то? Мне интересно знать. Где-то они были ведь. Кстати, тут иногда что-то бывает. Яблоки тоже неплохо, когда жажда можно употреблять. Не знаю, дают они здесь какой-то эффект жидкостной. Так, что-то тут лежит. Очки? Пригодится. Больше ничего, да? Обидно. Так. Посмотрим. Вообще, конечно, в этих домах точно полно всего. Но лазить по ним... Это ещё то занятие. Уже больно скучно тут бегать и всё это проверять. Кстати, ещё интересно, как тут с читами в последнее время. Потому что... Читерство в DayZ это просто чума. Однажды я играл так же вот один без друзей и решил как-то я с винтовочкой посидеть, покараулить кого-нибудь на военной базе. Так вот, сижу в оптику, смотрю на военную базу, на лагерь. Просто мне в мой прицел, ну прям, вижу по небу, ко мне летит читер. Просто летит буквально. В прямом смысле. Прям в прицел. Вот. Ну, я сделал пару выстрелов, но, естественно, там, то ли он неубиваемый, в принципе, был. То ли я не попал. Ну, в общем, у меня сразу ноги стал делать после этого. Я там порыпался немножко. Даже подстреливался в него он там как-то. Ну, он же видит, где я нахожусь. Поворачивался. Ну, недолго это было. В течение, наверное, двух минут он меня всё-таки уделал. Ну, просто, видно, смотрит, я там сижу. Ну, показал, и он ко мне полетел. Спокойненько такой по воздуху. Да, после этого, я помню, долго не заходил уже в Дейс. Ну, просто это неприятно. Ладно, всё, мне надоело. Не хочу лазить. Вам-то, тем более, это будет скучно смотреть. Где же этот колодец-то мне найти? Опять, что ли? Ну, я могу, конечно, вернуться в Чернах. Как минимум знаю два колодца, где находятся. Нет ничего, нет ничего. Опять я забыл, что тут проход есть. Опять этот шокер для скота. Что там у нас? Мачете. Нужно мне мачете? Да не, не надо, наверное. У меня топор. Так, вот этот дом сейчас посмотрим. Трампет. Прямо на входе валяется. Главное, ладно, чтоб у читеров там было хоть какой-нибудь, да, читер, а у них же там всё, все возможности, там целый набор. Так, ну, давайте выйдем отсюда тогда. Наверное, пойду в ту сторону. Наверное, вода нужна по зарез просто. Поэтому, наверное, следующая серия будет посвящена добыче воды. Вот. Сейчас где-нибудь спрячусь. Или лучше в доме спрятаться. Давайте лучше в доме спрячусь. А потом уже в следующий раз продолжим. Да, идти на второй этаж, что ли. Тут нормально. Да, вот так вот стану здесь денеть. Всё, спасибо вам за внимание. С вами был Григорий. Это был DayZ. До новых встреч. Пока.